Оно все субъективное. Истинную картину о нас видит только Господь Бог. Все, что мы думаем сами о себе, все, что о нас говорят и думают другие люди, это все равно все сквозь какое-то, ну, преломление, как королевство кривых зеркал. Но это тоже только потому, что там нет другого мнения. Ну, они тоже... Нет, вот там вот, наверху. Нет, Бог видит нас, ну, дайте... Нет, нет, нету, нету. Но мы не можем, конечно, узнать, что Он о нас думает, да. Продолжаем, коллеги. Переходим ко второму квадранту. Он называется квадрант Золушки. Ну, естественно. Квадрант Золушки. Ну, тут из названия становится все понятно. Живем не для себя. Для кого живем? Ну, да, для матушки и сестриц, детей, мужей, отцов, кого угодно. Одним словом, для родственников, которые пожирают ресурс вашего времени, пожирают целиком. Чем больше там планет, но они не насильно вы сами отдаете. Вы такие с таким гороскопом. Они вас не заставляли, это вы сами впряглись. Ведь могла же Золушка поджечь этот дом. Могла, батюшкин. А вместо этого она там жила и мучилась. И все время как будто бы еще искала себе новых заданий на свою голову. Вот она же знала, что матушка, мачеха не разрешит ей на бал. Нет, надо было к матушке подойти и наполучать еще 20 заданий, которых до этого не было. Помните, там что-то перебрать надо было, посадить 100 розовых кустов. Что там еще такое? За год не сделаешь. Так вот, квадрант Золушки. Так, давайте 6 планет. Кто нам? У кого больше? Кто у нас Золушки тут? Фирменные. 4. Нет, 4 это норма. Это норма. Больше 4. Больше 4 патология. 3. Но когда эгоист, мы не говорили патология. Потому что ты у себя один. Ты у себя одна. А когда родственники съедают вас с потрохами, это уже ненормально. Сколько планет в подранте Золушки? Одна. Хорошо. У меня 3. Норма. 3 норма. Что-то им там накидало и пошло. Так. 4. 4 норма. 2. 2. Молодцы. Одна только Золушка сидит. Сколько? 2. 5. Все. У вас есть конкурентка. 5. Вот сидит. 5 планет. Да, в квадранте Золушки готова за ночь пошить 3 бальных платья. Отпечаю. За одну ночь. Да. А их сидит нет. Нет, нет. Только 12 планет. Так, сколько Золушки? Давайте. Одна. Ну, у нас мало в зале Золушек. Мало. Так. Сколько у вас? 6. 6. Ну, это предполагалось. 6. Наш коллега-лидер по квадранту Золушки. Ну, конечно, любить родственников это дело благое, но жизнь пройдет и другой не будет. То есть, тот резерв времени, который сожрет второй квадрант, съезд, это время невосполнимо. Невосполнимо, то есть, ты погружаешься в дела внучек и жучек, ты погружаешься, кто там, родители, дети, тети, племянники, седьмая вода на киселе, кто угодно. В общем, любые родственники и ты, это надо отвезти в поликлинику, с этой надо посидеть, с этим надо еще что-то. Этому сходить в магазин, это то, это то. Жить для них. Да, вы живете для них, да. Вы живете для них, вы растворились и живете их биографиями, да, их жизнями. Так, ладно, еще растворились. Тут тоже надо посчитать, сколько добрых, сколько злых. Давайте, кто у нас? Вот у вас... У меня у нас два плохих. Две злых? Да, две злых. А нет, три злых. А добрых-то? Три шесть у нас. Три добрых, три злых. У меня две добрых, а две злые. Ну и ладно. Все добрые. Все добрые. Так, добрых три. Добрых три. Две злых. И две злых. Коллеги, помните, Золушка, она помимо платьев еще какую-то розу, какое-то украшение сделала. Но в одном экземпляре, очень красивое, но когда они сестры увидели, дочь, мачехины дочки, они начали заявлять, какое это убожество и какое уродство. Хотя самим это украшение очень нравилось, но оно было одно, как поделить. И они начали демонстрировать, фу, как это некрасиво. То есть, как злые планеты, это неблагодарность. Черная неблагодарность за то, что вы для них делаете. Вот, например, три и три, это как? Из шести случаев, в трех случаях вам скажут спасибо, ну, за вашу помощь. А в трех скажут, да. А в трех скажут, какое убожество, забери, да, не надо нам этого, забери себе. А может только злые там быть? У меня. У кого только злые? Все, что вы не делаете для родственников, все плохо. Все не так, неблагодарность. Все не такое, не столько денег дала, не там это, не там то, не вовремя, не так, не то. Не, 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 не. Но это в этом время мало русских. Это может ведь касаться людей? Нет. Нет, это просто. Только. Про неблагодарность людей отдельный квадран. А человек может, узнав это, перестать так себя вести? Или у него не получится? Как перестать? Надо перестать быть золушкой. Надо все бросить и явиться в школу астрологии. А если у тебя северная? Правильно, коллеги, вы правильно все говорите. Единственный путь к спасению – это осмысление, осознание, но вы не исправите другого. Они как говорили у божества, так и будут. Вы не можете их сделать более благодарными. Если злых планет больше, в ответ на все ваши старания, искренние, вы получаете черную неблагодарность. Вам не только не говорят спасибо, а вам еще высказывают, что ваша помощь, извините, да, себе заберет такое. Вам обидно, вам неприятно, это изменить нельзя, потому что это не от вас исходит, это от них исходит. Вот это неблагодарность. Можно вот пример. Пример? Давайте. Так у вас всего одна злая. Ну вот как вот, приехал родственник на неделю. И что? Жить. И вообще продукты не покупал. И мне говорят, а у меня денег нет на продукты. А я думаю, что же я вот прожил, у меня не дает, то у меня дверь закрыла. Больше не приглашаю. Спасибо, не сказали. Потому что, потому что неблагодарность. Но вы закрыли дверь, у вас три планеты. Да. Всего. У вас есть иммунитет. Запишите, пожалуйста. Когда во втором квадранте пять планет и больше, у вас нет иммунитета против родственников, вы никогда не сможете перестать пять и больше. Любых, любых. Любых. Вы не сможете закрыть дверь. Вот как наша коллега сказала, что я закрыла дверь и все, до свидания. Вы не сможете закрыть дверь. Держать я не могу. Потому что у вас три, вам повезло. У вас есть иммунитет. Вы сказали, я не хочу больше. Все. Кормить. Ну, не важно что. Я не хочу. До свидания. А если пять планет и больше, вы умом понимаете, а продолжаете делать. Продолжаете кормить, поить и так далее. Одевать, обувать, лечить и все, что угодно. Вы не понимаете, оправдываете. Вы продолжаете. Да, у вас нет иммунитета. Я бы оправдала. Я бы нашла какую причину, по какой причине он не может платить. Я бы еще и оправдала. Ну, вот. А тут палка в двух концах. А если у тебя северный в третьем? Ты должен их облизывать. Стоп, стоп. Коллеги, коллеги. Не идешь, да? Давайте дифференцировать. Северный в третьем действительно велел помогать, но не толпе, а конкретно тех, кто идет только по третьему дому. Это исключительно братья-сестры или тети-дяди или племянники-племянницы. Все. Родители, дети и прочие сюда в этот список не входят. Поэтому, да, тут надо же отделять одно от другого. Так, кто понял про квадрант Золушек? А если все добрые, все благодарны. Все добрые, да, все говорят спасибо. Да, когда во втором квадранте только добрые планеты, то за то, что вы для них делаете, вы получаете спасибо. Да, они благодарны. А герои к какому относятся? Ну, как же к какому? Раз Герон не в этом списке, добрая планета, конечно. А это там только родственники имеют себе дольку. Пустой второй квадрант. Ну, это прекрасно. Прекрасно. Дверь ваша всегда закрыта. Телефон отключен. Поэтому прекрасно, прекрасно. То есть человек не реагирует? Конечно, он очень занят. Ему некогда. Некогда общаться с нахлебниками. В ГАИС четыре планеты и в Золушке четыре планеты. Ну, что ж теперь делать? И там побежала, и сюда прибежала. Да. Но четыре это норм. Норм. Да, четыре на квадрант это норм. Ну, думаю. С鬱.